Девушки отдыхают Надежда цивилизации Первая часть дилогии «Люди в черном» была показана в Америке 2 июля 1997 года. Фильм снят по мотивам комикса Лоуэлла Каннингема, повествующего о загадочной организации с одноименным названием, скрывающей от людей правду о живущих на Земле инопланетянах. Ну а комикс, в свою очередь, основан на городских легендах, которые давно и прочно вошли в американскую массовую культуру. Истории о правительственном заговоре, инопланетянах и тайных организациях, ежедневно спасающих мир от гибели, составляют огромный пласт в кино и литературе. И если секретные материалы – своеобразная антология этих легенд, то «Люди в черном» – пожалуй, первая полноценная пародия, к тому же очень смешная. Второй фильм вышел 4 июля 2002 года и фактически повторил первый. Сюжет, место действия, персонажи, даже порой шутки – все осталось прежним. Несмотря на отсутствие новшеств, «Люди в черном 2» повторили успех первой картины. Секрет этого феномена до сих пор не раскрыт, но факт остается фактом – сиквел получился не хуже оригинала и встал с ним в один ряд. Наверное, просто не стоит делить эти два фильма на первый и второй, а воспринимать их как единое произведение. Оно получилось очень непростым и многослойным, несмотря на комедийный жанр и общий легкомысленный настрой. В этом, по всей видимости, и заключается причина его успеха. Режиссер Барри Зоненфельд вообще знает толк в веселье. Родился он 1 апреля, а первой его режиссерской работой стала «Семейка Адамс». С ней тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд. Впрочем, к ней мы еще вернемся в одном из ближайших номеров журнала. Барри Зоненфельд – американский режиссер, сценарист и продюсер. Родился 1 апреля 1953 года в Нью-Йорке, США. Снял фильмы «Семейка Адамс», «Достать коротышку», «Люди в черном», «Большие неприятности», «Дурдом на колесах». Долго рассуждать о достоинствах фильма мы не будем. Те, кто его видел, знают все без нас. Перейдем сразу к ошибкам. Ляпов в обеих лентах немало. И все они до боли знакомые, можно сказать, классические. Тут вам и непоследовательный монтаж, и отражение операторов, и странные тени в кадре. Кажется, что ошибки специально аккуратно расставили по фильму, чтобы пародия приобрела завершенность. Смотрите сами. Название «Забегаловки», где обедают инопланетяне, выглядит по-разному снаружи и изнутри. Номер игрока, пропустившего мяч из-за НЛО, 23. На снимке в газете изображен игрок под номером 20. Впрочем, возможно, это не ляп, а тонкий намек на особенности издания СМИ. В этой сцене принц собирается есть вареники. Но во время вскрытия становится понятно, что есть пришельцу было нечем. Посмотрите, ни рта, ни глотки. Сплошная металлическая пластина. Этой тени не должно быть в кадре. Агент Джей стоит совсем в другом месте. И шляпы не носит. Кстати, загадочная фигура в шляпе отражается и в глазах новорожденного кальмара. Вот здесь. Жук на фургоне подъезжает к ювелирному магазину. Давайте вернемся немного назад. Судя по отражению в дверном стекле, фургон стоит здесь уже давно. Сначала солнце светит с одной стороны. А при смене плана освещение меняется. Здесь пес показывает гнилые зубы. Но в других сценах с зубами у него все в порядке. Классический ляп монтажа. Вот агент Кей забирает свои часы. А Джей отдает жителям ячейки свои. В следующем кадре старые часы снова на месте. Посмотрите на небо за спиной Джея. В соседних кадрах оно разное. Агент Джей говорит с начальником по видеокоммуникатору. Если же судить по изображению на мониторе босса, камера находится совсем не в руке Джея. К тому же, когда агент выключает коммуникатор, видеотрансляция не прерывается. Когда агент Джей падает в кучу шлангов, хорошо видно, что он приземлился в самый ее центр. Однако в следующем же кадре нам показывают агента, упавшего на самый край кучи. В метро агент Джей на большой скорости врезается в указатели и другие твердые предметы. И ни единой царапинки на лбу. Железные агенты работают в конторе. Раз уж речь зашла об агентах, стоит сказать, что главные герои фильма могли бы быть, например, вот такими. Изначально роль Джея предлагали Крису О'Доннеллу и Дэвиду Швимеру, а роль Кея — Клинту Иствуду. В итоге парочку в черных костюмах исполнили Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Томми Ли Джонс, он же агент Кей, американский актер. Родился 15 сентября 1946 года в Сан-Саба, Техас, США. С 1970 года снялся более чем в 60 фильмах, среди которых «История любви», «Восход черной луны», «Бэтмен навсегда», «В осаде», «Прирожденные убийцы», «Люди в черном». Уилл Смит, он же Уиллард Кристофер Смит-младший, он же агент Джей, американский актер и исполнитель хип-хопа. Родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии, США. Снялся в фильмах, «Сделано в Америке», «День независимости», «Люди в черном», «Я робот», Помимо разношерстных чудовищ, создатели фильма объявили инопланетянами многих известных на Земле людей. Гостями из космоса названы Элвис Пресли и баскетболист Деннис Родман, а роль инопланетянина Майкла Джексона исполнил сам Майкл Джексон. Здесь, на экране наблюдения, можно разглядеть и других пришельцев. Сильвестра Сталлоне, Денни Девито, Исаака Мизрай, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса и дочь режиссера Хлою Зоненфельд. К слову, дочка Зоненфельда появляется и во второй части фильма. Помните девочку на почте? Да и сам режиссер тоже снялся в небольшом эпизоде. На этом нам пора заканчивать. Еще можно было бы сказать, что «Люди в черном» — шедевр, но это как раз тот случай, когда фильм говорит сам за себя. Нужно просто сесть и еще раз его посмотреть, что мы и сделаем. Нам напомнят, что «Статуя свободы» просто большой нейролизатор, что в метро водятся гигантские черви, а наш сосед — уроженец Тральфа Мадора. А еще успокоят, что Элвис не умер, а просто улетел домой.